Прививочная кампания Прививочная кампания Прививочная кампания Мобильная защита В мае 2020-го жизнь Натальи Вороновой разделилась на до и после. Коронавирус внёс коррективы в её привычный быт. Десять дней реанимации и ещё три недели на больничной койке заставили сильно задуматься о своём здоровье. Вирус дал осложнение на зубы и коленные суставы. Именно поэтому она решилась на прививку. Первый компонент её организм принял хорошо. Сегодня вводят второй. У меня не было никаких симптомов. Как будто таблеточку выпила и всё. Или как комарчик укусила. Я так переболела, поэтому я не хочу больше так болеть. Это было очень серьёзно. И всем семье сказали, что только прививка, потому что так болеть не надо. Это очень тяжело. Процедурный кабинет сегодня развернулся на заводе биотехнологий. Перед введением препарата – опросы, осмотр врача. Плюс кардиолог и невролог измеряют пульс, давление, уровень сатурации. К слову, среди желающих привиться не только работники, но и их родственники. Медики готовы принять любого желающего. Доз для этого хватает. Понимая опасность этого вируса в связи с его последствиями тяжёлыми по воздействию на человека, мы все, медики, стараемся сделать как можно больше сегодня прививок. Мы видим сегодня активное желание со стороны населения. Мы видим сегодня, что люди тоже уже озабочены состоянием своего здоровья. И создаём все условия для того, чтобы все возможности наши реализовались совместно с желаниями наших граждан. Сейчас вакцина есть во всех поликлиниках города. Чтобы записаться на процедуру, нужно обратиться в регистратуру. Сделать прививку можно с 18 лет. Стоит отметить, после необходимо продолжать соблюдать масочный режим, гигиену рук и социальную дистанцию. В нашем городе и в нашей стране используются сейчас два вида вакцины. Это китайская вакцина клетки Веро и вакцина российского производства. И производство Республики Беларусь – это ГАМ-Ковид-Вак или спутник ВИ. В стране разрабатывается и собственная вакцина. Над её созданием трудятся пять лабораторий. Скоро начнутся испытания. К осени завершат разработку опытного образца. И уже в следующем году начнут производство. К концу 2022-го планируется привить 60% населения Беларуси. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Минздрав Беларусь обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 1118 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 419 330 человек. Граждане 73 государств получили возможность без визы приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Минздравом уже определён перечень, не с которых можно получить прививку. На данный момент в списке 82 учреждения. Ориентировочная сумма заведения двух компонентов составит от 130 до 150 рублей. Проблема пустующих и ветхих домов. Сегодня прошло заседание Бобруйского горисполкома. Такие здания не только портят внешний вид, но и небезопасны. Санитарное неблагополучие, пожароопасность и нерациональное использование земли – только некоторые из минусов. В Бобруйске за полгода обследовано 255 жилых домов, которые содержат в ненадлежащем состоянии. Из них 106 признаны ветхими, 6 – пустующими, по 8 еще устанавливаются собственники. Собственники должны понимать, что если у них есть дом, за которым они не смотрят, они могут этого дома, земельного участка, лишиться. В том числе такая же ситуация состоит и с недостроенными жилыми домами. Собственники недостроенных жилых домов в течение трех лет должны достроить жилой дом. Если они не успевают достроить, они могут продлить на два года срок строительства и законсервировать. Председатель горисполкома акцентировал внимание. К 1 сентября необходимо обследовать оставшиеся дома с признаками ветхих и пустующих. Их сейчас около 50. Особое внимание уделить центру города. Это перспективные участки, на них много претендентов. Если собственника нет или он не хочет вкладываться в постройку, найдутся желающие. Сейчас спрос на частный сектор только растет. Акция МЧС, СТ-2021 и непраздничная погода. 3 июля в стране объявлен оранжевый уровень опасности, о чем стоит помнить. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Александру Лукашенко вручил государственные награды. Торжественная церемония прошла сегодня во Дворце независимости. Как отметил глава государства, то, что награждение состоялось в канун самого важного для страны праздника, особенно почетно для присутствующих и свидетельствует об их больших заслугах перед страной. Среди приглашенных правоохранителей, журналисты, представители общественных организаций, а также работники других сфер. В Беларуси началась регистрация на СТ в резервные дни. Запись продлится до 9 июля. Допускаются только те абитуриенты, которые подавали заявку на основное тестирование, но по уважительной причине не смогли на нем присутствовать. Первый по плану белорусский язык 14 числа. В субботу 3 июля состоится Всебелорусская молитва за Беларусь. Утренние богослужения пройдут во всех храмах, костелах, мечетях, синагогах, традиционных конфессий Беларуси, в том числе и Могилевской области. В Могилевской области продолжается акция с заботой о безопасности малой Родины. В центре внимания специалистов предупреждение пожаров из-за неосторожного обращения с огнем в гибели на них людей пожилого возраста. В ее рамках пройдут ярмарки безопасности, смотр, конкурс на лучшее оформление приусадебного участка и конкурс частушки безопасности. Оранжевый уровень опасности объявлен завтра в Беларуси. В большинстве районов страны ожидаются грозы и сильные ливни. Местами возможен град и шквалистый ветер. Спасатели рекомендуют парковать авто в доле деревьев и шатких конструкций, а также заранее убрать с балконов и дворов хозяйственные вещи. Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов тепла. Днем будет от 20 до 27 выше нуля. Чуть не сгорел дом. В четверг днем по улице Набережной произошел пожар. Разгоревшееся пламя, заметил сосед, сразу же набрал 101. Горела деревянная беседка на территории подворья. Создалась угроза, что огонь может переброситься на жилой дом. Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание. Удалось избежать еще больших последствий. В результате пожара полностью уничтожена деревянная беседка и повреждена обшивка жилого дома. Пострадавших нет. Сейчас специалистам предстоит установить причину пожара. Также МЧС напоминает, что нельзя оставлять незатушенные сигареты, разжигать мангалы под сгораемыми ненавесами или беседками. Праздник с размахом. 3 июля Беларусь отметит День независимости. И, конечно, Бавруйск не останется в стороне. Горожан ждет насыщенная программа. В 11.00 на площади Победы возложат цветы к памятнику танку на могиле генерала Бахарова. Пройдет митинг. Основные жигуляни развернутся вблизи Бавруйск-арены. Так в 14 часов горожан ждет флешмоб «Я люблю Беларусь». Там же будут работать палаткой с едой и напитками. Уже ставший традиционным конкурс «Автоледи» начнется в 14.30. Среди участников 10 представительниц до 35 лет. Девушкам предлагается презентовать свой автомобиль на заданную тематику, потому что конкурс у нас приурочен к Году народного единства. Также попытать себя в знаниях правил дорожного движения и пройти определенные испытания на автодроме. После 18 часов горожан ждут ярмарка, хит-парад диджеев и праздничный концерт. Завершится торжество в 23.00 акции «Споем гимн вместе». По окончанию праздника будут пущены дополнительные автобусы и троллейбусы. От остановок Ледового дворец и Дом связи. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok